Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, у нас сегодня очень-очень туманный день. Ни прогуляться, ни поехать куда бы то ни было мы не можем, потому что и грустно на улице, и на съемку специально я тоже никуда в такую погоду выехать не могу, потому что все будет очень печально, и, возможно, никого и не застану на улицах какого бы то ни было города. Мы решаем погрузиться в машину и поехать в Аутлет, который от нас, ну, наверное, в час езды, и, да, что еще делать в такую погоду? И чтобы наш шопинг прошел спокойно, мы решаем сначала, к большой радости наших детей, заехать и пообедать. Пообедав, мы сразу отправляемся в Аутлет, и много людей, много людей в Аутлете, и это не случайно, потому что люди покупают подарки к Новому году, очень многие магазины уже предлагают скидки, это необычайно рано, и люди прежде всего покупают подарки к Новому году. Ну что ж, кто-то уже закупился, а кто-то только отправляется в магазины, перед магазинами очередь, но мы это наблюдали и в летний период, сейчас ничего не поменялось, практически во все магазины необходимо отстоять несколько минут в очереди. Я же нахожусь перед витриной магазина Фэнди, и в прошлый раз я прошла мимо этих витрин, и, по-моему, даже не снимала, потому что ничто мне не понравилось, а в этот раз меня поразила вот эта композиция прежде всего своим цветовым сочетанием, бирюзовый плюс белый, вообще бирюзовый редко используется производителями в одежде. И само платье мне понравилось, это вещи, которые ты трогаешь, либо на которые ты смотришь, и ты понимаешь, что это стоило дорого обладателю этих вещей. Также, как и свитер кирпичного цвета, тоже имеет необычную фактуру, такую фактуру могут позволить себе только производители определенного уровня. Понравился мне также лук с юбкой, единственное, что я бы убрала надпись, прям так ее было видно, понравился мне прием с шарфом, который кажется частью блузки, но нет, это шарф надетый отдельно, ну и вообще бирюзовый с бежевым, для меня это очень красивое сочетание, которое, повторюсь, редко используется, и вот было приятно посмотреть, что называется, сама себе напомнила. И очень мне понравился вот этот ансамбль, но смотря на него и разложив его детально, могу сказать, что здесь, конечно же, то, что цепляет, это, безусловно, красивое сочетание цветов, в данном случае бежево-серый плюс, опять же, бирюзовый. Очень красивый шарф, подобные шарфы очень популярны в Италии, они прежде всего очень популярны среди производителей. Подобный шарф я сегодня видела в Марне, такой шарф стоит всегда дорого, он стоит дорого в Максмаре, его можно найти с года в год. Подобные шарфы можно найти в Селин, подобные шарфы можно найти в Фенди с года в год, и также в Марне. В Марне сегодня был потрясающий красотый шарф, но я не стала заходить, потому что была очередь, а через витрину я увидела. Как и в прошлый раз, большое количество классно одетых людей я встретила в Аутлете. Вот кто-то действительно прямо-таки наряжается в Аутлет, и возможно вас удивит, что я использую именно этот глагол, но я когда говорю наряжается, это когда, но очень празднично, не повседневно. Это прежде всего обувь на каблуке, я встретила сегодня большое количество модниц на каблуке. Посмотрите, какой красивый прием. Шарф на сумке, это всегда красиво, что на витринах магазинов, что на ком-то. И это снова была витрина Фенди. Я на самом деле снимаю, сейчас я стою перед магазином Фенди, потому что так мне понравились витрины магазина, что я решила зайти внутрь. Сегодня мне повезло, мне разрешили снимать внутри. Это также, пока стою в очереди, показываю вам, снимаю композицию из витрины магазина Фенди. Рядом со мной в очереди же стоят другие модницы. Посмотрите, гольфы плюс сапоги высокие, а-ля жакейские. Это очень удобный прием, потому что так не холодно, если особенности гольфы шерстяные. И так очень красиво, потому что гольфы позволяют показать вот эту очень узкую часть под коленом. Используйте этот прием, если вы так же, как и я, любите жакейские сапоги, носите их часто. Кстати, гольфы не всегда могут совпадать по цвету с сапогом. Это может быть и чулочно-носочные изделия в полоску, либо в темный зеленый, в темный бордовый цвет. Немного люрекса можно добавить, ну, в общем-то, поиграть на образе. Очень мне понравились на девушке колготки. Я обожаю сетку, это еще плюс сетка с точечками, что может быть более изящно, более женственно. Кстати, вы знаете, очень красиво смотрятся тонкие черные колготки на женских ногах до ухода в карантин, когда потеплело, и я в конце февраля стала снимать стритстал. Я обратила внимание, что темные, точнее черные колготки, именно тонкие, очень делают красивым женский силуэт. Вы не поверите, но вот это все я засняла, пока я ожидала очередь свою в аутлет фирмы Fendi. Многие аутлеты, как я уже говорила, по крайней мере в этой деревне, работают по принципу двоякому. Кто-то выставляет текущую коллекцию, но дает скидку на текущую коллекцию, которую мы можем увидеть и в центральных бутиках, не в аутлет деревнях, допустим, в Венеции, допустим, в Падуе. И на эту текущую коллекцию предлагается скидка минус 30%. По такой, кстати, системе не работает Гуччи. В аутлете Гуччи вы найдете только коллекции прошлых лет. Хотя так было всегда. Я в последнее время в Гуччи не захожу, потому что мне не нравится, что предлагает Гуччи. И в аутлет бутик Гуччи всегда самая-самая длинная очередь. Очень мне понравилась девушка. Помимо того, что на ней пиджак модной расцветки, она сейчас пойдет обратно, обратите внимание, на ней ремень. Я всегда говорю, что если вам нравятся такие образы, если вы любите так же ремни, как люблю их я, но считаете, что ремень может подчеркнуть вашу нехудобу, пожалуйста, носите ремень под пиджак, оставляя пиджак расстегнутым, под жакет, оставляя жакет расстегнутым, под любую верхнюю одежду, возможно, даже под белую хлопковую рубашку, если речь идет о лете. Всегда будет смотреться эффектно, красиво, и вы сможете использовать ваш любимый аксессуар. Я знаю это как человек, который всегда полнел живот, у которого никогда не было талии, да, наверное, сейчас она не очень обозначена, но я очень люблю ремни. Ну что ж, я внутри бутика Fendi, вот она акцентная обувь, которая стоит в данном случае 725 евро, и это, безусловно, скидка и скидка от Outlet, потому что дополнительной скидки не имеется. Кстати, в бутике определенные вещи имели не просто скидку Outlet, а плюс еще какую-то сезонную скидку. Сапоги цветные, сапоги-чулки. Я, кстати, не очень хорошо ориентируюсь в коллекциях Fendi, не могу сказать, это текущая коллекция, либо прошлогодняя зима. В Outlet обычно представлена зимняя коллекция, прошлогодняя, если это зима, и летняя коллекция, прошлогодняя, если это лето, либо текущая зимняя, текущая летняя коллекция. Обувь, безусловно, акцентная, хорошо будет смотреться при очень спокойной базовой компоновке, базовом ансамбле. Я вижу подобную обувь прямо-таки в черных аутфитах осенних. Кстати, очень много подобной обуви, это кроссовки и носки. Повторюсь, их цитируют кто только может, кто только хочет, но на итальянках я вижу эту обувь не так часто, как она предлагается производителями. Итальянки все-таки любят премьяту, итальянки любят обувь Оган, и, повторюсь, вот любят что-то, что они носили лет пять тому назад, а к новшествам не всегда внимательны. Без комментариев, тапочки с мехом я, в принципе, спокойно к ним отношусь, но вот такой вариант, мне кажется, сделает любую женскую ногу, ну, на самом деле, неизящной и потому некрасивой. Я против таких вариантов, тем более за ту цену, за которую я вам сейчас покажу. Сама уже не помню. Да, 550 евро. Вот дадите мне такие тапочки за 550 евро, которые стоили тысячу, я даром не надену. Кроссовки. Подобные кроссовки я тоже даром не надену, возможно, только белый вариант. Подобные сандалии не надену. Это, безусловно, по-стритстайлерски, но я люблю, когда мои стритстайлеры, мои стритстайлеры, прошу прощения, когда стритстайлеры, которые попадают ко мне в кадр, которых я хочу снимать и показывать, когда они выглядят женственно, когда они выглядят все-таки изящно, смело, но при этом женственно, смело, но изящно. А подобная обувь, на мой взгляд, она ни одну женскую ногу не украсит. Очень понравился мне плащ. Кто смотрел обзор витрины Заверона, знает, что я неравнодушна к кожаным плащам. Этот плащ мне очень понравился. И вообще, я очень люблю отделку мехом. Мех на воротнике, мех на рукавах, мех по подолу изделия. Мне очень нравится. Подобные изделия редко можно встретить. Цена 2,750. Это цена аутлета. И эта вещь настолько мне понравилась, что я решила ее к себе приложить сначала, ну а потом решила примерить. Такие вещи я очень люблю. И их, кстати, встретить – это большая редкость. Есть пальто похожего кроя. Стоит оно, если я не ошибаюсь, 1800 евро. Состав, наверное, 100% кашемир, потому что пальто было очень мягкое. И абсолютно идентичный крой. Ну что ж, несу 38 размер в примерочную. И вы знаете, на камеру смотрится неплохо. А когда я опускаю обе руки, этот плащ кожаный имеет слишком острую линию в плечах. И слегка расширяющийся рукав, как раз-таки в районе манжета, я застегнула. И вот прям вообще очень-очень видно, что в плечах такая резкая линия. Это несколько не для меня. И за счет расширяющегося рукава мне напомнил почему-то этот плащ. Плащ снегурочки. Но какой-то, знаете, такой брутальный снегурочки. У нас такой непростой Новый год. И вот, наверное, для снегурочки такой плащ бы подошел. Я себе не понравилась в этом плаще. Но повторюсь вот на камеру. Вот сейчас я смотрю. Ну и когда я снимала, я видела, что позиция рук вот такая. Она делает эту вещь лучше. Ну что ж, я утепляюсь. И иду снимать дальше. По пути нахожу красивую юбку. Моего размера нет, поэтому даже не несу в примерочную. Подобные юбки с кружевом по подолу я очень люблю на себе. На других я очень люблю такую молнию. Выхожу и вижу, что девушка мерит тоже меховой шарфер. Спросила разрешение заснять. А парень ее вот так вот сжимает. Некупленный, неоплаченный шарф. Который кому-то может, кстати, достаться. Я не люблю, когда так делают. Парень увидел, что я снимаю. Я люблю, когда с вещами, которые мы еще не купили. С чужими, по сути, вещами. Люди обращаются бережно. Сама всегда стараюсь так делать. Ну что ж, дети бодры и веселы. Впереди у нас много еще всего интересного. Из Аутлета, из Вероны, из Балонии. Из Венеции. Ну, в общем-то, из всех городов, куда я стараюсь ездить. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok